Лёлик, жду. Клиент будет в порядке. Сам шеф здесь. Сам этот. Жду. Хостел на 3 этаже. Вот где балкончик. Первый, второй этажи номера. Отель. Хостел, отель Юсенге. Сейчас я вам покажу, что внутри. Кстати, места много. Так, друзья, значит, здесь вот холл при входе. Значит, стойка регистрации. Я уже оплатил. Кстати, телефончики. На такой старой бумаге. Нашли, не знаю, где её. Но, видимо, чуть-чуть не сгорела. И давно лежала где-то. Как говорит наш дорогой шеф, в нашем деле главный этот самый реализм. Победаю. Завтраки, получается, и ужины включены в стоимость проживания. И здесь такая ещё зона отдыха. Ресторан. Справа здесь стоечка. Можно по меню заказать. И здесь такой огромный зал. Камни. Крыша. Отделочка. Даже сундук какой-то есть. Закрытый. Каминная зона. И вот меню. Это отдельно за деньги. Сейчас что-нибудь выберу себе. Всё. Ещё раз. Диванчики удобные. Огромный камин посреди столовой ресторана и столовой. Здесь будет шведский стол на этих столах. Ну, соответственно, берёшь и садишься, где тебе удобно. Либо сюда, слева, либо туда, к окошечкам, на диванчике. Либо здесь такая вот прям зона. Вип-зона возле камина. Этот камин, говорят, рабочий. Иногда, говорят, даже зажигает его. Вечером. Для антуража. Эля! Дичь! Дичь! В общем, взял себе лапшу. Подомашнее. Особо есть не хочу. Так, горяченького. И сало. Вот у меня сейчас Пятигорска осталось. Надо его добить. А то, что с ним делать? Сейчас я с сальцом супчик-то и съем. Борща не было. Так, конечно, борща бы взять. Ну, друзья, попробуем тогда. Ммм, вкусно. Вкусно. Даже вот мясо есть. Плавает. Куриный. Куриная. Куриная лапша. И хлеб еще дали вот. Мягкий, кстати. Мягкий хлеб. Мясный. Свежий. Супер. Зоехал, друзья, в этот шестиместный номер. Добрал тут окошечко снизу. Что здесь есть розетка. Заключатель. Там мальчик. Скрыта полочка. И жалюзи. Так. Закрывается. Оп. Открывается. Тут таких четыре. Вот по правой стороне. Снизу, сверху. С другой стороны без шторок. Аналогичные. На входе вешалка. Зеркало. и мусорка. Это все вот комнаты. Хостел идет. Женские, мужские. Здесь на входе как поднимаешься. Такая зона отдыха. Большой телевизор. Это лестница идет. Такая винтовая на третий этаж. Балкончик. кресло индивидуальное. Удобное. Пойдем я вам балкончик покажу. С видом на горы. С утра получается солнце сюда попадает. Обед оно с правой стороны, но вечером с противоположной. Вот такой вид здесь. но виды здесь обалденные. Как с квадрокоптера. Только на своих двоих. ребят, на его месте должен был быть я. Удобная креслица. Почему только одно? Здесь взять чашечку кофе и на свежем воздухе отдыхать. Второй вот здесь. Тут еще есть два кресла. Можно их вынести в принципе. Диванчик. Я не могу. Я должен себя принять ванну, выпить чашечку кофе. А, да, тут набор книжек. Может, что-нибудь почитать. И в конце коридора, друзья, здесь душевые. Слева мужские. Со светом. Побольше. Здесь два туалета. и две раковины. я считаю, что-то маловато ставить весь этаж. Будет заселен 60 человек, и все прибегут сюда утром умываться. причем те, кто моется, и те, кто хочет зайти в туалет, будут мешать друг другу. Вот это, конечно, минус. Ну, как вот здесь стоять, да? Стоишь, и тут и в туалет хочешь зайти. надо бы, конечно, на этаж было побольше душевых. Справа страны женские. Тут, кстати, двери стеклянные. Не видно. Сейчас все отключу. Такая же ситуация здесь. Два туалета и две рака. Что маловато будет. Пойдем вниз, друзья, в ресторан. Покажу вам. Сейчас как раз обед. Спуск со второго этажа. И спуск в подвал. Там, где сауна, лыжное хранилище, сушилка. Все, я в подвале. Тут каминчик. Но он не работает. Здесь тоже сауна есть. Сразу прям лыжное хранилище. Печка есть. Тут можно сушить. Прямо идти, выходишь прямо на улицу, на автостоянку. Так, сказали, где-то можно белье сушить. почему-то закрыто. На ужин подают горячее. Здесь у нас гарниры. То есть это рис. Похож на плов, кстати. Да, с овощей звучать. Это макароны. Бифстрог, оно из мяса птицы. Вкусно, наверное. рыб рыб хек, который уже народ уже поел. Это все, что осталось. Здесь у нас гуляш из говядины. Гуляш что-то никто не ест. Здесь у нас это кончики без начинки. Это уже десерт пошел, это десерт. Также компоты свежесваренные из сухофруктов. Это у нас кекс. А что за кекс? Кекс просто классический. Это фруктовая Вкусный, кстати, я попробовал вкусный кекс. Приятно, спасибо, что вам. Здесь у нас крабовый салат. Это витаминный салат. Это салат из свеклы. Здесь разнесолы. Так, что и все. Вот в данной позиции у нас получается хачени. Хачени состав с творогом и зеленью. Вкусный. Еще вот тут первое. Здесь борщ первое блюдо. Соответственно, здесь лапша куриная. Лапша куриная я уже показывал. А что вы делаете, если еда заканчивается? То есть мы докладываем те позиции, которых не хватает. Нет такого, чтобы еды не было. Либо гости были недовольны. Все всегда напроены. Довольно. Ну допустим, все наелись, у вас осталось еды. А что вы с ней делаете? Утилизация, скотине. А, скотине, ничего себе. Это надо еще тарелочку съесть. На здоровье. да, кстати, очень вкусно. Я пробовал еда вкусная. У вас так можно и поправиться. Это хорошо. Да. И на завтрак друзья дают, смотрите, каша рисовая, хлопья можно взять, молочко, тут сосиски горячие, жареные, овощи, помидорчики, огурчики, колбаска, сыр, яйца вареные, сыр, кстати, двух видов, потом вот эти вот плюшечки к чаю, запеканка, это десерт этот самый кексик, оладьи, блинчики, фрукты, здесь все дело можно помазать сметанкой, вареньем, сгущёнкой, или вот там кусочки масла, ну там хлеб и чай, соответственно, кто что хочет. Вот такой вот завтрак в отеле. Вот друзья, моё художественное произведение. Пирамидка на большом камне. Значит, что я тут был и отметился. Друзья, сюда кладу 10 рублей. Кто придёт, тот найдёт. Вот смотрите. Tube как верно, М